Накануне Дня славянской письменности и культуры в Щелковской библиотеке проходит тематическое мероприятие. Сегодня собравшимся здесь рассказывают о Кирилле и Мефодии, двух братьев из города Солоники, которые являются создателями славянской азбуки. Азбука получила свое название от имени младшего из братьев Кириллица. История Кириллицы неразлучно связана с православием. Пользуясь созданной азбукой, братья выполнили перевод с греческого языка священного писания и ряда богослужебных книг. Первыми словами, написанными славянской азбукой, были начальные строки пасхального Евангелия от Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Жизненный подвиг Кирилла и Мефодия они случайно приравнивают к апостольскому, именуя их первоучителями славян. Кирилл и Мефодий причислены к лику святых. В библиотеке семейного чтения выступил детский фольклорный ансамбль «Родники из медвежьих и озер» с народными песнями и творческий коллектив «Юны» Щелковского колледжа с литературно-театральной композицией. Сегодня у нас на мероприятии очень много молодежи. Это студенты Щелковского колледжа, третье отделение. Это ученики художественной мастерской Татьяны и Игоря Кривовых. И мы с ними всегда тесно сотрудничаем. И сегодня они тоже у нас выступают и присутствуют на нашем мероприятии. Также о создании славянского алфавита ребятам рассказал священник Александр Амелин. Помимо всего прочего, со своими стихами и песнями выступил приглашенный поэт и бард Александр Ананичев. Выпускник Литературного института имени Горького, секретарь правления Союза писателей России и руководитель Сергиева Посадской писательской организации. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково». Который погиб в 1996 году. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково». Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».